Добрый день, меня зовут Чигиринцев Борис, я технический директор компании Logica. Сейчас за 15 минут с помощью программы ClickSense, разработанного нашей компанией модуля, я построю несколько интерактивных отчетов на основе данных из CRM клиентская база. Также я буду использовать данные из сторонней базы данных и нескольких Excel файлов. Информация из всех трех источников будет автоматически загружаться и преобразовываться к нужному виду по нажатию всего одной кнопки. Данное видео было создано, чтобы показать скорость и возможности программы ClickSense и модуля загрузки данных из клиентской базы. Если вас заинтересует эта презентация, вы можете узнать подробнее о возможностях системы или научиться ей пользоваться, ознакомившись с материалами под видео. По ходу нашего аналитического спринта я буду комментировать самые интересные моменты. Создание проекта начинается с подключения и настройки источников данных. Ими могут быть файлы различных форматов, базы данных или любые другие внешние системы, например, такие как клиентская база. Я сейчас говорю об облачной версии, так как в ней мы не можем напрямую соединиться с сервером BD и получить необходимую информацию. Для того, чтобы загрузить данные, требуется коннектор. Одно из направлений деятельности нашей компании – создание таких коннекторов. Сейчас на своем экране вы видите процесс подключения различных источников к проекту. Нажав на кнопку «Создать подключение», я выбираю коннектор и ввожу необходимые данные. Следующим этапом идет выбор данных. Для анализа нам зачастую не нужен весь имеющийся массив информации, поэтому загружать на компьютер всю информацию не имеет смысла. На примере коннектора под названием КБ видно, что я использую только три таблицы, хотя мне доступно гораздо больше. После нажатия кнопки «Вставить скрипт» на страницу сценария загрузки данных автоматически вносится код, который отвечает за загрузку этой информации. «Вставить скрипт» на страницу сценария загрузки данных автоматически вносится код, который отвечает за загрузку этой информации. Если часть скрипта сгенерирована, я его немного исправляю. Называю столбцы с одинаковой информацией одним именем, чтобы программа могла построить ассоциативные связи. Преобразую информацию о координатах городов к виду, понятному кликсенс. Форматирую даты таким образом, чтобы их было удобно использовать при построении задуманных отчетов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец-то исправил все ошибки. Теперь, как и обещал, с помощью одного клика я загружаю данные сразу из всех трех источников. Подготовка закончена. За 6 минут мы собрали в одном месте данные из двух баз данных и пары экселек. Теперь начинается самое интересное – создание отчетов. Каждый проект ClickSense состоит из листов. На каждом листе может быть свой набор графиков и таблиц. Очень удобно, так как вы можете анализировать одну и ту же информацию с разных точек зрения. Чтобы построить простой отчет в ClickSense, достаточно мышью перетянуть на рабочий экран необходимые элементы. Программа сама предложит просуммировать данные или найти среднее значение. Если проявить немного фантазии и изучить функциональные возможности программы, становится возможным вывести практически любую статистическую информацию. Я только что закончил создание первого листа в нашем проекте. Вы можете видеть, что нажатие по любому элементу отчета автоматически фильтрует данные. Что это значит? Это значит, что нажав на город на графике, вы сразу увидите, сколько каждый из менеджеров продал именно в этом городе. Вы увидите, какие клиенты находятся в этом городе, остальные станут серыми. Неплохо, учитывая, что я не программировал такого поведения. ClickSense, используя встроенный движок для анализа взаимосвязей данных, автоматически нашел и мгновенно отобразил всю связанную информацию. Если вы обратили внимание в самом начале этого видео, информация о планах продаж хранится у нас не в CRM-системе, а в Excel-файле. Сейчас вы поймете, что это не имеет значения. Мне, как и прежде, достаточно перетянуть мышкой необходимые поля на график, и я сразу получаю результат. Продолжение следует... При работе с месяцами я преобразовал их в текст, поэтому ClickSense не знает, как их нужно отсортировать. Чтобы помочь ему, я в сценарии загрузки добавил файл с названиями и порядковыми номерами месяцев. Сейчас я отсортирую график на основе этой информации. А теперь я добавлю панель, которая отобразит KPI по выполнению плана продаж в процентах. Чтобы информация была максимально наглядной, я добавлю цветовое кодирование. Если план далек от выполнения, шрифт будет красным. Если почти выполнен, желтым. Когда же норматив реализован, текст станет зеленым, чтобы сигнализировать об успешном завершении отчетного периода. Продолжение следует... Продолжение следует... Сводные таблицы позволяют быстро группировать данные по разным критериям. Очень удобно, если вы хотите проанализировать большой объем данных в различных разрезах. Продолжение следует... Фильтрация данных работает на всех элементах визуализации, даже на соседних листах. Если вы нашли интересующую вас выборку на одной странице проекта, вы можете быстро проанализировать те же данные с помощью другого отчета. Финальным аккордом нашего аналитического спринта станет создание интерактивной карты, на которой будет отображена информация о продажах с разбивкой по городам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наше видео подходит к концу. Спасибо, что уделили время. Надеюсь, оно не прошло зря. Если вы хотите построить похожую аналитику у себя в компании, или у вас есть предложение по сотрудничеству, свяжитесь с нами. Контактные данные указаны под этим видео.